Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала! Я, как бы так помягче сказать, ну вот знаете, помягче сказать, помягче выразиться. Как-то с чего-то надо начать, с чего-то начать, чем-то продолжить. Вот там про образование у меня спрашивают, какое там образование. Ну, главное не рассекаться по древу и не уходить от темы. Важно, это очень важно. Если вы чего-то хотите, вы берете и сами себя образовываете. Ищите соответствующие знания, начинаете в них вникать, начинаете их применять, начинаете их анализировать и что-то, что-то начинает получаться. Это самое основное. А то, что там школа, институт и так далее, корочка, шмурочка, это не совсем то, что бы хотелось. Ну вот, я вам там демонстрирую, так сказать, свое образование, или я не знаю, как вам так сказать. Показываю на практических примерах, что даже, так сказать, люди по современным меркам вроде как образованы. В вопросах поддержания здоровья организма склонны заблуждаться и порой очень сильно. А что касается лечения, там вообще вот такое слово у меня идет. Мрак, просто мрак несусветный. Непосредственно с причинами никто работать не хочет, устранять, деньги получать и так далее. И вот насчет вот этих вот, как бы сказать, сдвинулось вообще развитие человечества с самосовершенствования личности, для чего мы на земле, на сторону зарабатывания денег. Ну, это нужно. Ну, это как средство для того, чтобы было саморазвитие личности. Получилась полнейшая жесть. И вот я, можно так сказать, нашел достойных, не хочу сказать соперников, а достойных собеседников в лице внеземных цивилизаций. Вот Ирина Подзорова, она же контактер, вот такой интересный проект Косеопия, и контактирует с внеземными цивилизациями, с, можно так сказать, с представителями внеземного разума, ну, по отношению к внеземным цивилизациям, если так сказать, я, вернее и мы, и в том числе каждый из нас, ну, конкретно я, тоже внеземной представитель, который какой-то дух. Вот, и я решил, так сказать, дополнить высказывание, значит, там идет обращение одного человека, Космоэнергета, вот, который изучает огни-йогу, и он, значит, через Ирину Подзорову спрашивает у внеземных представителей, чтобы они разъяснили, что это, как это там и так далее. Я позволю себе сделать дополнение, дополнение. Вы же извините, что я так, в такой форме все это делаю, потому что, ну, скажу, знаете, так это мягко. Ну, равных себе тут я как-то уже не вижу, не нашел. Пришлось обратиться к внеземным цивилизациям, чтобы прокомментировать их. Ну, как говорится, хватит бузить, давайте к делу. Итак, поздравления от инопланетян с Новым Годом. Я позволю их поздравить также с Новым Годом. Так, дальше. Вот номер 37 видос меня этот заинтересовал. Из всего, что я просмотрел, я иду с самого начала и, так сказать, пытаюсь вникнуть, что там о чем-то. И пока, пока, ну, кое-что там встречалось. А вот насчет 37-го огни-йога от первоисточника, ну, вот мы и посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Подзорова, и я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. Сейчас рядом с нами присутствует представитель планеты Ислер Митт Гаскаус в астральном тени. Хочу представить вам своего друга, его зовут Дмитрий. Он занимается космоэнергетикой, имеет открытые каналы в космоэнергетике и увлекается изучением огни-йоги, наследия семьи Рерихов. Здравствуйте. Приветствую вас, Митт. Есть вопросы. Хотелось бы, чтобы вы ответили на них. И начнем с истории возникновения учения огни-йога на Земле. Каковы были для этого предпосылки? Почему для контакта были выбраны такие личности, как Николай Константинович Рерих, Елена Ивановна Рерих? Ну, это мы не будем комментировать. Меня интересует больше другое, что бы я хотел прокомментировать. Сейчас только надо найти это все. И в чем вопрос? Различия. В некоторых религиозных, в некоторых религиях именно четко идет разделение на дух и материю. А здесь преподносится с более научной точки зрения. Значит, в древних религиозных текстах действительно было четкое разделение на дух и материю. И не было дано понимание того, что это вибрации одного и того же духа света. Только понижаясь, они переходят в более плотно-материальные формы. Это было сделано потому, что древним людям было проще объяснить через различия духовного и материального состояния. Я сделаю свое дополнение, извините, извините, инопланетяне. Так сказать, углы материи. Куда, где эта глубина идет материи. Материя начинается, вернее, мы видим, заканчивается. Вот она материя. Материя состоит из молекул, атомы состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы состоят из более мелких частиц, электронов, протонов, как говорится, двух видов. Ну, существуют еще другие. Эти, в свою очередь, еще состоят, еще состоят, еще состоят, еще состоят. И в конце концов, все упирается в великую пустоту, у вакуум. У вакуум упирается. И именно у вакуум есть нечто такое, необыкновенно плотное, материя, необыкновенно текучее, необыкновенно насыщенное всем, и из которого, из которого, как раз и начинается, строится материя. То есть, через разного рода, как бы сказать, ступеньки, переходники, ну, так можно, знаете, вот можно так сказать. Вот существует перегретый пар, мы его не видим. Потихонечку этот пар начинает концентрироваться в туман, мы уже видим. Туман выпадает в росу, роса превращается в воду, вот, грубо говоря, материя. Так примерно и происходит и с тонким миром и, грубо говоря, материальным миром. На самом деле это одно и то же. Просто-напросто идет переход от одного вида, как бы сказать, энергии, в другой. От высокочастотной, как многие сейчас любят говорить, высокочастотной энергии, все более, более, более понижаясь своих вибраций, начинает проявляться в виде материальных образований. То есть, она застывает. Форштейн. Ну, пойдем дальше. Состояние этого изначального духа, духовное и материальное состояние, было проще объяснить через различия Земли и Неба. То есть, вот как Земля отличается от Неба, так и материальный мир отличается от духовного. То есть, Землю было очень легко объяснить древнему человеку, что вот как Землю можно потрогать руками, пощупать ее, так и материальный мир. А как Небо безграничено, и его нельзя потрогать, ну, его можно увидеть, но его нельзя почувствовать осязанием. И что оно безграничено, в отличие от Земли, это было выбрано как символ духовного мира. Поэтому с Моисею, контактеру Туисоута, когда он контактировал и писал книгу «Бытие», которая вошла в Библию, и было сказано в первых строках книги «Бытие», вначале сотворил Бог небо и землю. По словам «небо и земля» понимались не те небо и земля, которые привычны вам, а понимались именно духовный мир и материальный мир. То есть, Моисею было очень легко объяснить, что это было. Именно вот из-за этого Библиейского представления, которое потом перешло и в христианство, и в ислах, и во многие другие учения, и было представление о том, что дух и материя – это совершенно разные субстанции. Просто не было еще тогда сказано о том, что, несмотря на свое различие, они и есть вибрации одного и того же. Ну, будем говорить, я дополню. Одни и те же вибрации, более тонкие, которые превращаются в более толстые, так скажем, и в конце концов превращаются в материю. Они также могут распасться, материя может распасться на те составляющие, то есть, опять-таки, материя, далее идет у нас молекулы, атомы, элементарные частицы, кванты, поля, тара-та-та-та-та-та-та-та, и в конце концов все уходит опять в великую пустоту, которая называется по-научному вакууму. Огненная энергия, огненный мир, что это? Огненная энергия, огненный мир – это высшая вибрация, которая создает все остальное, из нее исходит все остальное. И это энергия Бога, создателя материального мира и нашего Отца, который является создателем материального мира и который является Отцом наших, ну, как нас, как Духов. Почему именно Отцом? Выбирается образ наиболее близкий к реальности, тут имеется в виду Отец и Сын, потому что как Сын порождается от Отца, так и мы порождаемся от, от изначального источника Духа. Я позволю себе прокомментировать этот отрывок. Огненная энергия. Что это такое? Огненная энергия. Огненные энергии. Вакуум – это океан, вот этот вот океан пассивный. Пассивный океан вот этих вот непроявленных, как бы сказать, колебаний, вибраций или еще что-то, самых тонких. Для того, чтобы он вышел из равновесия, знаете, вот как вода, мы видим воду, на нее, чтобы мы увидели, на нее надо подуть, надо воздействовать. Так точно вот эти вот первоначальные энергии, и сразу же я скажу, и эти энергии, они умственные энергии, в первую очередь умственные энергии, идет воздействие на вакуум, и он приходит в возбужденное состояние, и согласно, ну я немножечко вперед забегаю, согласно посланной мысли, начинает из этого лепиться, образовывается какая-то форма или субстанция, проходя при этом стадии преобразования из самой тонкой, невидимой, вот вакуум, мы вот находимся в этом вакууме, вот, через поля, через более плотное образование, еще более плотное образование, наконец-таки, атомы, молекулы, и появляется вещество. Но для того, чтобы все это появилось, должно быть воздействие энергетическое, вот это как раз энергетическое воздействие первично, энергетическое воздействие, оно наиболее, так сказать, на самом деле, мощное, это в основном умственная энергия, ну, у нас она умственно так слабенькая, а, грубо говоря, есть умственная энергия намного больше, которая позволяет проявляться целой вселенной. Потому что Бог – это и дух. Да, ну, здесь единственное различие здесь в том, что отец рождает сына во временном, то есть вот он родил, и все, больше не рождает. А Бог живет вне времени. Он, у него так не происходит, что он родил, и все, и больше не влияет на этого сына. на сыновей своих. То есть Бог, а так как он живет вне времени, он непрерывно, с нашей точки зрения, он непрерывно порождает нас, и он непрерывно создает материю. Вот. Вот это совсем другое дело. То есть идет непрерывное воздействие некой разумной силы, которая строит и поддерживает вселенную. Это очень важно понимать. и мы, как ее порождение, наделенное разумом, можем с ней взаимодействовать. Это непрерывный поток энергии, который понижает своих, да, который понижает свои фигации. Оказается, все, что мы видим, и нужно тут понимать, что все, что мы видим, слышим, можем пощупать, можем измерить приборами. Это лишь бесконечная малая часть того огромного мироздания, которое существует в реальности. В реальности я называю все, что существует, существовало и может существовать. Эта реальность очень многомерная структура, многомерное пространство, и она не может быть описана в более-менее адекватной форме на том языке, которым мы привыкли разговаривать. Она может, но зато она может быть не описана, она может быть ощущаема, ее можно почувствовать своей душой. И это когда мы начинаем чувствовать эти вибрации своей душой, у нас возникает ощущение огня. Ощущение огня. Чувствовать своей душой. Вы знаете, я к этому прихожу через более такое разумное понимание. Расты творения вот этого окружающего мира, естественно, есть творец, который сотворил и тебя. И вот это осознание того, что ты есть мельчайшая частичка той разумной силы, творческой силы, оно не столько вот вызывает, допустим, во мне огонь, насколько она вызывает радость и какое-то воодушевление, что я частичка некого огромного разумного образования, которое создало всю Вселенную, которое поддерживает меня и дало мне возможность это осознать. И вот от всего этого возникает радость, такая, знаете, какая-то умиротворяющая радость, причем радость такая уверенность, что все в этом мире создано, в этом мире, все справедливо, все так, как и должно быть. Ты просто действуй, действуй, вот как ты это чувствуешь, вот действуй по какой-то справедливости, по какой-то совести, а не по каким-то там законам, которые там понаписали люди, которые в этом ничего не знают, а просто с помощью законов пытаются вот эту вот беспредельную божественную энергию, которая имеется в каждом человеке, ее заковать, ее подчинить и на ней делать какие-то свои делишки. И у нас возникает ощущение, что тот огонь, который есть у нас, что это есть мы сами, и что мы являемся искрами в огромном пламени, создающем все вокруг. Именно об этом огненном мире и говорили наши представители своим контактерам. Ага. Немножечко поясню, как я это понимаю, я буду говорить, как я это понимаю, то есть энергетическое воздействие вот этого огромного любящего, творящего существа образования, которое мы понимаем Бог, естественно, оно действует, оно действует. И это действие воспринимается как некого рода притворящий огонь. Можно так. То есть ну тут каждый по-своему воспринимает, возможно, на каждой ступени своего развития каждый воспринимает это по-своему. я лично воспринимаю это как радость. Радость бытия, которое нас окружает. Естественно, вот это все мироздание, вот это все энергетические субстанции, вот эти, как бы сказать, вихри, различные переливания, знаете, как северное сияние, вот эта вот красота энергетического воздействия на мир, порождающие различные формы и жизни, в основном жизнь порождается. Просто мы думаем, что все это неживое, делим на живое, на неживое. На самом деле все имеет тот или иной какой-то свой отпечаток. Если это образование какое-либо, то значит в нем заключена некая разумность, некое сознание, как у камней, например. Если тамарное сознание. Лучше сказано изначально огненная энергия соединяясь с мыслью становится психической энергией. Хотелось бы узнать о различных градациях этой энергии. Как нам ее почувствовать? Как нам ее правильно использовать? Да. Ну пока она свяжется там с инопланетянином, я позволю себе. Вот эта энергия творческая. Знаете, есть в радиотехнике такая вещь, как управляющий сигнал. То есть идет по электронной лампе, по катоду, аноду или еще что-то такое. А между ними стоит такая пластиночка, которая в зависимости от того, какое напряжение на нее подали, она позволяет пропускать этот сигнал или не пропускать. Вот то же самое у нас имеется разум, который позволяет вот эту творческую энергию, в которой мы находимся, ею манипулировать. Так или иначе мы можем именно с помощью своего мыслительного аппарата влиять на эту энергию в той или иной степени. и тогда у нас получается ну будем говорить различные там эффекты. Ну послушаем, послушаем, то есть психическая энергия и психическая энергия лично я понимаю это это то насколько концентрировано насколько мощно мы можем влиять на вот эту огненную вот эту творческую энергию которая поддерживает в данном случае всю вселенную в данном случае вот здесь она поддерживает этот мир насколько мы можем повлиять на нее сможем сильнее более концентрировано более волевое значит какой-то эффект будет больше если у нас мысли просто бегают знаете вот мысли она может действительно сконцентрировано быть и обладать энергетикой мощной энергетикой за счет того что вы своим волевым усилием пытаетесь вот ее направить на то-то на то-то на то-то это одно вот как раз психическое усилие будет у вас и в зависимости от того что вы просто знаете вот смотрите ага это то это все это пятое десятое здесь нету мы просто как бы сказать воспринимаем окружающий мир но психического усилия чтобы вот эту психическую энергию создать этого нету мы просто наблюдатели я думаю это важное дополнение под словом психической энергии контактерами понималось слава психи с душами значит под словом психической энергии в этом тексте контактерами понималось энергии огня которые пройдя через атман будхи каузальное тело и ментальное оно приобретает собственно поднижает свои вибрации оно проявляется через различные тела так стоп 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 я вам сказал вот основное здесь же присутствует терминология то есть это уже берутся самые там как бы сказать зачатки сущности человеческой там будхи и так далее и так далее и так далее то есть то есть как бы тут лучше сказать здесь пытаются сказать что сам разум сам разум он идет так же с самого вот этого тонкого высокочастотного вибрационного уровня и он идет через как бы сказать будхи 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 ну грубо говоря первопричину человеческую он должен пройти через казуальное тело через значит через разного рода причин то есть это я все говорю как я понимаю через то что было накоплено духом человека за прошлой жизни его потенциал то есть мы смотрим на одно и то же явление в первом классе мы на это явление смотрим так с ростом наших знаний через 10 лет мы смотрим вот так через 10 лет мы смотрим вот так через 10 лет мы смотрим вот так то есть все это меняется так вот как раз через казуальное тело когда проходит вот эта вот, будем говорить, творческая энергия, она уже приобретает, как бы сказать, ну, вернее, разум наш приобретает способность вот так это различать. То есть смотрели вот так, а с накоплением разного рода знаний, которые идут и с одной жизнью в другую, мы уже на это дело смотрим по-другому. То есть, как бы сказать, ее спускание. Далее еще и в конце концов, в конце концов, вот смотрите, я перед вами сижу, видите, как я рассуждаю? Я рассуждаю из-за того, что у меня накоплен свой собственный багаж знаний, у вас накоплен свой собственный багаж знаний. И вы на вот это, на эту агни-йогу и другие вещи, вы смотрите по-своему. Но я вам сказал самое важное. Вот этот момент мы пробросили, то есть именно этот момент от будхи до воплощения, как бы сказать, полевой формы жизни нашей, мы приобретаем ту или иную способность мощного, целенаправленного воздействия на вот этот вакуум. С целью создания чего-то такого, с целью создания, ну туда дальше пойдет, мысли форм и какого-то иного влияния. То есть это все, естественно, проходит через, как бы сказать, через образование, оно должно пройти. Человеческое образование от этого будхи до построения полевой формы жизни. Строго индивидуально у каждого это все. И в зависимости от этого оно уже выдается. Но я вам сказал, я считаю, главную сущность, это умение психической энергии, это умение концентрированно и волево воздействовать на пустоту. На великую пустоту, в которой мы находимся. С целью получения того или иного. Это, как правило, идет какой-то мощный мыслеобраз. То есть мысли, образы, они бывают разные. Они бывают слабые, они могут быть очень сильными. Это все зависит от того, насколько у вас сильны прошлые наработки. И вы можете, благодаря им, вложиться своей волей, своей мыслью в создание мощного мыслеобраза, который начинает влиять на пространство. То есть через психику, ну то, что психология называется психикой человека, то есть тут нужно понимать, что под психикой ваша психология понимает деятельность мозга, пораженной мозгом. Но из веры понимается наоборот, в том, что психическая деятельность, душа создает сама это тело, создает в том числе работу мозга. Ну да, мы так не будем. Дух. Лично мне пришлось как-то разобраться в этих понятиях дух, душа, тело, что, что, как и так далее. Дух, именно дух. Вот как раз там говорилось, это там будхи, там казуальное тело и так далее, и тому подобное, причинное тело. Вот, это все, будем говорить, субстанция человека, которая вечна. И вот она при воплощении начинает разворачивать свои энергии, божественные энергии, которые, проходя через накопленный в прежних жизнях опыт, строит то или иное тело. Дает те или иные способности этому телу. И в результате у нас сознание, сначала нет, ребенок родился, оно же возникает. Возникает то или иное сознание, которое мы называем душою. То есть, дух делает под себя, можно так сказать, два инструмента. Это первый инструмент, который будет руководить, вернее, так лучше сказать, он строит тело под себя. И он строит руководство, душу или сознание, которое будет руководить этим делом. Но влияния будут идти с духовного уровня на это, это, так называемое, наитие. Вот вы живете и вы чувствуете какое-то там наитие, какие-то такие неясные мысли или еще что-то. Вы чувствуете вот это, некоторые говорят, это подсознание, вы чувствуете это как интуиция, вот это вот якобы. Это все действия духа, с духовного уровня вам идет соответствующее влияние, которое вы воспринимаете вот таким образом, как наитие, как интуиция, как, знаете, какие-то подсказки или еще что-то такое. А в основном здесь уже действует согласно обстановке душа так или иначе взаимодействия. Ну, пойдем дальше. Да, и огненная энергия, проходя сверху, с высшего духовного мира, проходя через человека, через его ауру, через его физическое тело, она вызывает проявление мыслей, чувств, сознания. То есть человек переводит энергию, которая является потоком любви и создателя, он переводит эту энергию в различные формы, в зависимости от опыта, своего понимания, в зависимости от своего отношения к этой энергии и к другим людям, к своему себе. Как ее управлять? Вот смотрите. Да, мы с вами являемся проводником. Раз у нас есть вот эта Божья искра, мы подобны Творцу, но эта искра там, она, знаете, вот как луч света идет и падает, ну, будем говорить, в вот это вот, в пространство, вызывая здесь различные изменения. И в зависимости от того, как мы действительно будем использовать вот эту вот энергию, которую нам дает Господь Бог, Творец, это большое имеет значение. Мы-то с вами действительно живем, как бы сказать, двоякой жизнью за счет пищи, это физическое тело, но вот наши-то тонкие тела, которые начинаются с самого, так сказать, духовного уровня, идут. Они-то строятся энергетически, выстраиваются. То есть мы питаемся вот этой вот божественной энергией, которая у нас поддерживается, плюс физическая, которая, значит, от еды. И, естественно, за использование вот этой вот энергии божественной, которая нам дается, мы несем какую-то ответственность с вами. Как мы ее используем, во что мы ее используем, во благо мы ее используем всему этому окружающему миру, созданному Творцом, либо на разрушении, либо еще там как-то. Что мы с ней делаем? Что мы с ней делаем? И для чего мы делаем? Вот это интересный вопрос. Потому что мы думаем, что вот мы сами. Да, кое-что мы можем сами, но самим мы можем действовать только на основе этой энергии. Мы ее можем так или сяк там, будем говорить, как бы сказать, как своего рода притворить в ту, вернее, так сказать, вот эту вот божественную энергию, мы своим мыслительным процессом, мы можем окрасить в тот или иной цвет, положительный или отрицательный. Все зависит от уровня осознанности. Чем больше человек осознает себя частью всего, чем больше человек видит в других людях свое отражение, и чем больше человек начинает жить духовной жизнью, развиваясь в свой дух, тем больше к нему приходит интуитивное понимание того, как правильно направить эту энергию. Вот именно интуитивное понимание, о чем я говорю, интуитивное понимание, это как раз есть посыл от того уровня, духовного уровня на уровень сознания. Вот это как раз будет интуиция, которая говорит. И совесть, как надо сделать, а как не надо сделать. Надо вот это вот сделать, и вы чувствуете вот во вред там, ну, грубо говоря, детей кормите. Либо же вы понимаете, что это, и это я делать не буду, несмотря на то-то, на то-то, на то-то. Я поступлю по-другому. То есть тут уже выбор имеет значение. Ну ладно, слушаем дальше. Приветствую вас, дорогие друзья. Хотите, чтобы в вашем доме каждое утро пахло вкусной, ароматной, хрустящей корочкой? Очень важно. Момент учения о работе собственными мыслями. Хотелось бы узнать практические советы. Как нам работать с мыслями, как очищать мысли. О! Вот тут сейчас мы и разойдемся, как очищать, как работать с мыслями. Прежде чем очищать мысли, нужно сначала провести первый этап, это проанализировать себя. То есть прежде чем что-то очищать, нужно сначала понять, чем именно они загрязнены. Так, вот смотрите. Я не раз вам на канале говорил, ведите дневночок и так далее. Прежде чем что-то очищать, надо. Понимать, откуда вообще мысли берутся, откуда мысли берутся. И вот тут-то я вам рассказывал о побуждениях, что человека и любое живое существо побуждает просто жить и заботиться о самосохранении. Далее, вот жить и заботиться о самосохранении. Далее, это побуждение к продолжению рода, любовь, дружба, забота о потомстве. Далее идет побуждение о... Побуждение о лидерстве. То есть каждое живое существо хочет стать лидером. То есть навязывать какие-то свое мнения для той или иной цели. Каждое существо хочет стать лидером. Это закономерность во всем живом мире у нас тут. Начиная от этих вирусов и кончая людьми. Далее, на основании вот этого побуждения к лидерству возникает побуждение к справедливости. Если все будут тут лидерами и все-то, что-то тут будет. Поэтому идет вот... Справедливость. Побуждение к справедливости. Чтобы все было по справедливости. Вот тут я у себя лидер, ты у себя там лидер. И не надо... Что-то мне там навязывать свое. Что мне там носить на лице. И что мне делать там с телом моим. Каждый. И, наконец-таки, вот пятое побуждение. Это как раз побуждение к творчеству. Каждый человек, каждое там... Ну... Живое существо не так, а вот каждый человек, он хочет так или иначе себя выразить. Вот это пять побуждений. Пять побуждений. У каждого они есть. И вот на основании этих пяти побуждений теперь и получается. Откуда рождается мыслительный поток? Он же рождается не просто так. Да, мы что-то видим. Мы что-то там анализируем. Но в основном, в основном, они крутятся, чтобы мы поддерживали вот эти пять побуждений, которые у каждого человека, в зависимости, опять-таки, от его мировоззрения. Что такое мировоззрение? Допустим, как вы относитесь к окружающему миру? Вы к нему относитесь как к своего рода потребительским? Что он должен мне, должен мне, дай, 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 я вот это вот сделаю, землю взрою, недра вырою, реки там перегорожу и прочее, 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 прочее. То есть, дай, 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 это одно мировоззрение. Либо же вы относитесь как к своеобразному партнеру, с которым вы вместе развиваетесь. Вы обогащаетесь за счет вот этого развития, обоюдного, без того, чтобы насиловать землю и все, дай, 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 дай. И заодно там других людей, видите, все это. И все это, опять-таки, мировоззрение, это начинает преломляться в вот этих вот побуждениях. Либо вы заботитесь о себе, инстинкт самосохранения такой-сякой, что вы тут дрожите вокруг себя, ой-ой-ой-ой. Далее. Либо вы, значит, грубо говоря, там, вас волнуют проблемы пола, проблемы дружбы, проблемы семьи. Чрезмерно волнуют. Они должны быть нормально, все это дело выражено. Третье побуждение. Вы хотите быть лидером, во что бы то ни стало. Вот, вот, лидером и все, всех остальных я постреляю, все они мне не нужны. Все, я вот сказал, вот так и должно быть. Как сейчас пытается сделать. Вот так и все, и не иначе. Наконец-таки справедливость. Насколько вы за справедливость, вы сидите, дай хрен с ним, с этой справедливостью. Вот у меня тут что-то такое есть, и мне этого хватит. Либо вы активно боретесь. И, наконец-таки, творчество вы выражаете. То есть, я только что перечислил пять побуждений, в зависимости от выраженности которых, у вас появляются черты характера. И вокруг вот этих побуждений уже идет мыслительная деятельность. Вы начинаете генерировать разного рода мысли. Они все, вот, вот, вот они, пять источников этих мыслей. Побуждение. Форштейн. То есть, прежде чем говорить, вот, что мы будем с вами очищать, мы должны понять, откуда это все берется. И, зная, откуда это все берется, нам уже гораздо легче работать. А то я что-то там буду очищать. Вот эту вот мысль, я сейчас начну ее чистить. Как-то так получается. Чтобы это понять, нужно иметь навык самоанализа. То есть, рассматривание со стороны своих действий. Дело в том, что мысли, как духовные составляющие человека, они проявляются через действие. Ха! Действие. Вот сказано и все. Через действие и все. Я сейчас вам только, не в обиду сказано инопланетянам, я сейчас вам раскрыл, так сказать, карты. То, что лежит за действиями. За действиями, за действиями. Знаете, действие это мы уже видимая часть айсберга. А что находится под водой, мы не видим. Так вот, эта невидимая часть как раз айсберга, о чем я вот это вот видео и хотел вам рассказать. Это как раз наши побуждения. Вот они, откуда растут ножички. И вот тогда мы можем с вами и анализировать. Это очень хорошо. Это очень хорошо, чтобы вы на себя смотрели со стороны и был у вас самоанализ. Но вы чтобы понимали, что надо анализировать в себе. Вот почему я поступаю так? Почему я за этот кусок хлеба готов там драться? Почему я готов драться за свободу? Почему я готов драться за свои там убеждения? Почему я еще готов драться? Все это идет с уровня побуждений. И вот тут-то, тут-то мы с вами становимся, можем и анализировать, и очищать себя, делать себя лучше. И очень, конечно, хорошо. Это и самоанализ естественный. Понимаем, что анализировать. И дневничок. Это еще лучше. Особенно на начальном этапе. Через поступки. То есть через материальное тело. Да, когда мы... Вот смотрите, через поступки, через материальное тело. Поступки. Но опять-таки поступки. А почему мы делаем эти поступки? Почему мы это делаем? Здесь пока еще ничего не сказано. Я вам открыл карты. Побуждения. Заставляют нас делать поступки. Идти на работу, чтобы заработать деньги. Грубо говоря, ложиться в постель там с другим человеком, чтобы продолжать роль. Третье там... Начинаем анализировать свои поступки со стороны. Это первый этап в работе со своей мыслью, со своим сознанием. То есть мы начинаем понимать, спрашиваем себя, что стояло за тем или иным нашими действиями в материальном мире. Почему мы именно так поступили? То есть вот, например, на исследовании есть такая практика работы со своей мыслью, со своим сознанием, которую я могу дать практический совет использования. Когда вечером отправляетесь спать, то перед сном человек вспоминает поступки прошедшего дня, анализирует их, почему он поступил именно так. А как можно было сделать по-другому? Какой-то самоанализ? Это хорошая практика перед сном. Что вы там сделали, что вы сделали, почему. Что вы сделали, как бы сказать. Но понять глубинную причину поступка можно только с позиции побуждений. Что побудило вас? Пять побуждений. Форштейн. Что вас побудило? И дальше вы уже можете анализировать. Вот вас это побудило к тому-то, к тому-то, к тому-то. Вы так-то поступили. И вот тут включается такая вещь, как совесть. А вот насколько я должен был вот так поступить, для того, чтобы не задеть, как бы сказать, другого человека. Не задеть его, не унизить, не оскорбить, не нарушить его, как бы, какие-то права ущемить. Вот тут уже начинает работать совесть. Вот если она такая есть, совесть, это еще, так сказать, анализ этого поступка. Об этом пока наши инопланетные друзья с планеты такой-то не говорят. Нет, возможно, возможно, они об этом не знают. И если он это будет делать более-менее постоянно, он придет к выводу, что эти поступки и его эмоциональные реакции на эти поступки и на действия окружающих у него повторяются. Ага, ага, повторяется, повторяется. Так, естественно, повторяется, потому что пять побуждений, они будут повторяться, повторяться, повторяться в той или иной комбинации. Мы все хотим заботиться о своем теле, жить вкусно и, так сказать, в благах. Мы все хотим любить и иметь семью и так далее. Мы все хотим быть лидерами, мы все хотим быть справедливыми. И мы все хотим проявить себя, то есть, соорализоваться. Все это так. Когда человек ничего не анализирует, когда он там не записывает, не анализирует, а просто живет, он склонен забывать о повторении. Ему кажется, что все по-новому. На самом деле у него эмоциональные состояния и поступки, они склонны повторяться. Потому что у человека есть такая способность, ну, как привычки. Привычки. Теперь мы подошли к привычкам. Привычки формируются на чем? На чертах характера. Черты характера формируются на чем? Они формируются на побуждениях. И все это в целом начинает формировать мировоззрение. Мировоззрение. Как вот-вот-вот-вот. Это должно быть. И мировоззрение еще, знаете, оно отражает, вот действительно, чувство высшей справедливости, совестливости. А вот так ли это должно быть? Вот если я хорошо живу, и у меня есть, грубо говоря, завод, и у меня есть там тысячи рабочих, я там глава там какого-то большого концерна. Я живу хорошо, я живу, как говорится, зашибись. И меня даже вот, может, и не гложет мысль о том, а как остальные там живут? Да как-то там живут и живут вот. Они мне приносят вот эти блага, они мне приносят, создают возможность для того, чтобы я жил так. А для того, чтобы я еще жил так, я должен создать вот такие, грубо говоря, маленькую армию иметь, которая бы меня защищала. Плюс законы, которые бы казались справедливыми для меня, чтобы подавить всех остальных. То есть вот я углубился в это, чтобы вам показать, что есть еще вот эта высшая справедливость и понятие совестливости у человека. Что я так не могу жить за счет других, за счет этого. А как жить? Это другой вопрос. И можно жить. Ну послушаем. К тем или иным эмоциональным состояниям и убеждениям установкам. Когда он увидит повторяющиеся мысли, повторяющиеся действия, он должен рассмотреть в себе причину. Почему он делает именно так? Что это в нем вызывает? Какие чувства? Опять я. Он должен рассмотреть причину. Он должен рассмотреть причину. Причину, причину, причину. А причина-то в чем? В чем причина? Об этом говорится или не говорится? Инопланетяне. Что вы на этом счет говорите? Вызывает ли это повышение вибрации? То есть чувствует ли он при этом, при выполнении этого действия, радость, любовь, принятие, прощение или наоборот негативное? То есть злость, раздражение, обиду, страх и так далее, негативные моменты. Есть ли? Это уже последующие вещи. Это уже последующие вещи. Разъясняем. То есть вот у вас побуждение первое. Самосохранение, которое включает в себя это вкусно покушать, иметь человеческое жилье, грубо говоря, прочие блага и так далее, и так далее. Вот оно у вас, это побуждение у каждого, да? И вы в эту жизнь входите, ага, сейчас я, грубо говоря, начну там работать, я для этого там обучился, то есть все буду делать и буду получать. А оказывается, что, грубо говоря, сосед или тот человек, с которым вы выросли и которого вы считаете менее талантливый, менее он какой-то это, а он живет лучше. И за счет чего вы начинаете там анализировать и прочее. И вот это создается, что я вот такой сякой, вот как Алла Борисовна Пугачева пела, а я такая, раз такая, а вот мадам Брошкина. И начинают тогда вот эти вот мысли появляться, что, ё-моё, я тут тружусь, я честно работаю, я то-то, то-то, то-то делаю. А тот стоит на базаре, меняет бабло, доллары на рубли, рубли на доллары, ё-моё, он там простоял до обеда, и у него уже за день может быть целая зарплата, как у меня за месяц. Это справедливо или нет? Пошел негатив, пошел негатив. И так на всем остальном, там, то-сё, пятое, десятое, что-то такое. Истоки откуда идут? Опять-таки они идут от побуждений, от побуждений, что вы хотите. И вот что тут тогда менять? Это уже несколько иные вопросы. Ну ладно, послушаем. То есть вы начинаете вот эта вот энергия, жизненная энергия, которая вам, Господом, дается, вот эта вот, как говорится, огненная энергия, которая через вас проходит, вы благодаря своему мыслительному процессу начинаете ее действительно окрашивать. Если вам что-то удается, если вы там чувствуете, вот вообще, я как-то, знаете, без особого, это самое, стимулятором, как-то я чувствую радость, потому что вот я чувствую, что я нахожусь вот в каком-то таком состоянии, радостное, творческое состояние, которое и поддерживает тебя, и оздоравливает, вот. Либо вы находитесь, и, естественно, вот эту энергию так, можно сказать, божественную перерабатываем, да, которая вокруг распространяется. Либо же я смотрю там, допустим, вот эти вот негативные видосы, где там идут демонстрации, где люди там протестуют, и еще, еще, еще. На них там давят так и сяк, и у меня начинается вот такой процесс. И плюс меня еще там не пустили туда, меня еще сюда не пустили, ну и прочее, 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 прочее. И ты начинаешь вот эту энергию пережигать в негатив. Начинаешь вокруг себя распространять разного рода такие негативные образования энергетические, которые тебя окружают как туман. Это положительное чувство. То, чтобы приблизиться к огню, чтобы в нем раствориться, он должен культивировать эти моменты, то есть усиливать их, вызывать их уже огнем, то есть вспоминать о них, делать эти поступки. То есть, ну, осознанно усиливать. А если это негативные моменты, он должен понимать, что они мешают развитию собственного сознания к свете любви. Бога, который мы называем огнем. Так, ну, это общие фразы, значит, общие фразы. Вот это вы усиливаете, вот это вы там не усиливаете. Я постарался лично для себя, вот говоря о самообразовании, задавать вопросы. А что меня делает радостным? А что меня делает нерадостным? Как с этим бороться? Что надо там делать? И дойдя до всего вот этого, что я вам изложил, мне стало очень многое понятно. Очень многое понятно. И благодаря этому я чувствую, действительно стал другим человеком. Что больше идет какое-то созидание, нежели разрушение. Кстати, я такую вещь вам скажу. Вот когда я этого особо не понимал, И где-то примерно после 40 лет, Ну, даже после 40, после 50, где-то вот так вот, Организм разрушался. Особенно это сказалось, знаете, на зубах. Зубы как-то это самое, вот были, были там, так сказать, нормально, Потом только хоп, пошло-то какое-то разрушение, знаете, вот такое вот. И так, и всякий, и всякий, и всякий, и всякий. Сейчас идет, я уже всем говорю, Седьмой десяток подходит к концу. И благодаря тому, что Моя мыслительная деятельность изменилась, У меня Совершенно иное Состояние организма. Он перестал как-то разрушаться. Это сказалось на зубах. Если я раньше донтиста посвящал раза два, там, за год примерно, Сейчас что-то такого как-то не наблюдается. Либо пломбы хорошие, Либо, значит, что-то другое. Вообще самочувствие лучше. Очень интересное явление. То есть я могу разрушаться Благодаря тому, что вот эта энергия Божественная, огненная, Которая проходит через меня И Которая выстраивает Вернее, не Которая выстраивает А Которую использует Вот это вот Мой Дух Будхи, так называемые, да? Вот Которую использует Мой Дух И Он выстраивает Вот в первую очередь Вот эти тонкие тела Из этой Божественной энергии Она Хочется сказать Светлая, чистая Там, гармоничная Она Цельная И не размыта Разного рода Энергетическими включениями От негатива Негатив это своего рода энергия Которая также Имеется вот в вашем Вот этом вот Объеме И называют еще аура Которая все пронизывает И которая, естественно От этого становится Слабой Становится Больной И для того, чтобы Стать действительно здоровым И так далее И так далее Надо стать Цельным Все это дело Убрать Все эти Негативные Мысли Которые Сидят Ваш В виде Вот этих вот Вкраплений Мысли Образов Я их называю Раковины И тогда нужно То, что я назвал Чистить Своё ментальное тело Чистить своё ментальное тело Чистить своё ментальное тело Хорошо По незнанию Вы нахватались Вот этого всего Негатива Переживания В течение жизни У вас был негатив Переживали И так далее И так далее Это естественный рост И наша Вот эта как раз Вот эта аура Вот эта оболочка Не оболочка А вся структура С тонкими телами В той или иной степени Насыщена Вот этими Негативными Раковин И вот как раз Надо чистить И вот для того Чтобы очищать Вот это От всего Мы применяем Я лично применяю И вам советую И многие Уже это прошли Дыхание Очищающее Полевую форму жизни То есть мы Мы за счет дыхания Усиливаем энергетические процессы Делаем его Более плотным И вот это все Неплотности Все Искажения Все эти раковины Они начинают Проявляться И мы их Можем действительно Либо Пережечь Внутри себя Либо Вывести Из себя Либо еще И мы этот процесс Ощущаем Самое интересное Мы его чувствуем И мы действительно Пройдя курс Вот этого Очистительного дыхания Мы становимся Более энергичны Более здоровее Но Сейчас дальше пойдет Но То есть я сразу вам даю Здесь нету методики Я сразу вам даю Методика Очищающая полевую форму жизни Позволяет Очистить ваши Тонкие Вот эти вот тела От вот этих Своего рода Эмоциональных Зажимов Вот этих Мыслительных Раковин Которые Которые возникли С течением жизни То есть Свои мысленные образы Как очищать То есть понять Во-первых Понять Во-первых Понять Причину Почему возникла Негативная эмоция Понять причину А Вот понять причину И все Просто понять причину Нету метода Я вам дал Метод На пяти побуждениях Работу с эмоциями Нужно вести эмоциональный дневник О чем я уже говорил То есть Если возникла какая-то эмоция Запиши ее И что ее вызвало И опять же Увидите Что они повторяются Эмоции 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 Все это Это слова Это еще Не методика Это еще Не действия И так далее Это еще Не понимание причины И так далее Эмоции Эмоции Знаете Я как Работал с собой И это принесло Пользу Лично для меня Я Вот Как раз Самоанализ И самоконтроль За собой Как будто Вы со стороны Я стал следить За тем Что меня Делает Недовольным То есть Не то Что эмоция Гнева Это уже Вы тут Ушли Как бы сказать Все Начинается С недовольства И с раздражения Вот что-то Вас раздражает Вот сначала Раздражает Раздражение Перетекает В недовольство Недовольство Перетекает В осуждение В гнев И так далее Так далее Вот я начал себя ловить на этом. А что меня делает недовольным? Почему я, допустим, недоволен, грубо говоря, женой? Почему я недоволен дитями? Почему я недоволен еще кем-то, еще кем-то, еще кем-то? Почему, в конце концов, весь собой недоволен? Почему я такой больной и нищий? Грубо говоря, и это уже явилось тем, что, а что надо сделать, чтобы быть довольным? Чтобы быть довольным, не обязательно богатым, не обязательно счастливым, но чтобы быть довольным. А довольство уже дальше все это пойдет. И довольство может быть и особо без денег, и особенно, грубо говоря, без других окружающих людей и сопутствующих условий. Довольство может быть вообще жизнью. Задумались над этим? Ну, пойдем дальше. Как только возникло понимание того, что одни и те же ситуации, одни и те же люди, например, или ситуации, или сам человек в определенных ситуациях вызывают одни и те же негативные эмоциональные реакции, то следующий этап работы с сознанием это выяснение причин, почему именно я так реагирую, и задавание себе вопроса, как можно было бы по-другому, как можно изменить свою эмоциональную реакцию, чтобы она не приносила дискомфорт, негативом. И тут уже обычно всплывают те убеждения, которые являются причиной возникновения этих реакций. Не убеждения, а всплывают побуждения. Потому что убеждения возникают на побуждениях. на основании вам кто-то мешает стать лидером в коллективе. Раздражение, недовольство этим человеком. Потому что он там что-то там такое делает. У вас на любовном фронте, вот вы молодой человек, появился конкурент. недовольство, раздражение. Что надо там сделать для того, чтобы показать, что именно вы достойны. Не убрать его, а показать, что вы более достойны этого человека. Этому человеку. Этому человеку показать, что вы более достойны кандидат на, будем говорить, на супруга, на супругу и так далее. То есть, вот, как бы подумать. А не раздражаться. А не раздражаться. Вот я этого соперника или соперницу уберу там. Политического соперника. Вот так мы там сделаем. Это вот так вот сделаем. Это вот так вот сделаем. Это так, к примеру. А что надо сделать для того, чтобы не затрагивая его, показать этому человеку, что он, грубо говоря, недостоин стать руководителем там отдела, фирмы. Просто, вот, знаете, чтобы, либо вы недостойны, чтобы это было мотивом к саморазвитию, к своему росту. И тут единственное, что нужно четко понимать, что единственный реальный путь изменения и повышения своих вибраций это не изменение окружающих людей или обстоятельств, которые вызывают у нас негативные эмоции, а это изменение отношения к ним. Вот это правильно. И опять-таки повышение вибраций, еще так далее, так далее. Это вот все с этими еще вибрациями, знаете, как бы сказать, вот, пошла какая-то мода, надо повышать вибрации, надо повышать вибрации. Ну, я сейчас тут подключу к себе какой-нибудь там высокочастотный этот самый, генератор, буду повышать вибрации. Надо работать своим собственным умом, умом и добиваться внутреннего состояния радости и довольства. Вот это как раз будет и повышение вот этих вибраций. Чтобы вы понимали, потому что за этими вибрациями, за словами мы забыли, что на самом деле должен очищать человек. Человек должен ощущать постоянно радость, довольство ко всему окружающему миру, что там находится. И действительно не осуждать других людей за то, за стоя, за пятое, за десятое, а просто напросто понимать, но он еще не дорос до этого, он еще не созрел умственно, интеллектуально до того сего. Что там тут пипикает? сбивает. Пошли сбивающие факторы. Когда вы начинаете, будем так говорить, говорить действительно правду матку, то вам пытаются, нас все прослушивают. Прослушивают не просто там, грубо говоря, интернет, а нас прослушивают более существенный интернет, который называется хроники Акаши. Все пространство прослушается. И естественно, если это да, значит там что-то помогает, если кому-то это не нравится, значит надо сбить ваши с мысли. Вот яркий пример. То есть, ну тут наверное проще будет привести на примере, если что-то раздражает например близком человеке, то единственный способ повышения своих вибраций и избавления от этого раздражения это не борьба с этим человеком, чтобы он прекратил свое поведение, которое вызывает раздражение, а это изменение тех установок в вашем бессознательном, которые вызывают раздражение. То есть, вот он ведет себя так, вроде бы, ну да, вот он ведет себя так, он не должен так делать, потому что это плохо. Чтобы повысить свои вибрации необходимо убедить себя, сказать себе, и не только сказать себе, но и поверить в это, что то, что он делает, это, ну, является для него лучшим поведением на данном этапе его развития. Так, вот опять-таки наговорено очень много. Вот с этими вибрациями я в который раз вот убеждаюсь и что вот какая-то чушня идет с этими вибрациями. Есть радость, состояние радости. Добивайтесь этого состояния радости. Есть состояние печали. Радость, она нас возвышает. Печаль нас принижает. Все. Не надо вот эти там вибрации, там, вибрации, ну, можно сказать, вибрации радости нам там вверх нас увлекают, делают нас более легким, делают нас более такими, как бы сказать, воздушными. А печаль нас вообще туда, знаете, к земле гнетет. И теперь вот смотри, человек делает не то, что, как бы сказать, вы от него ожидаете. и вы понимаете, что просто-напросто человек находится на своей ступени развития. И вот поступить иначе, чем он сейчас поступает, он не может. Он просто-напросто проходит свою школу духовного развития. Он должен поступить вот так вот, вот так вот, вот так вот, вплоть до того, что, грубо говоря, вас обмануть, вас предать и еще что-то там сделать. Ну, это для него важно, потому что на основании этого опыта он даже сделает какие-то выводы, благодаря которым начнет меняться. Вот это надо, когда вы вот это вот начинаете понимать, у вас нету никаких раздражений. И если вы чувствуете, что действительно как-то этот человек нужен, вы просто-напросто с ним ведете разъяснительные беседы без всяких на то эмоций. Вы с ним беседуете, разъясняете. Это называется духополезные беседы, душевно-полезные беседы, благодаря которым человек как-то начинает понимать, развиваться, осознавать. Масса примеров должна быть для этого, чтобы человек понял, что вы ему пытаетесь толковать. Но у вас лично нет никакого раздражения. И если вы видите, что человек не хочет вас слушать, потому что ему вот надо вот так вот, вот так вот, вот так вот поступить, доставьте его, да пусть он живет себе. Спокойно и легко. Легко и спокойно. Вот некоторые там заметили, говорят, вы как-то все-таки одиноки. Да я одиноки потому, что я только вот с инопланетянами там общаюсь еще их поучаю, что вы, уважаемые инопланетяне, вы-то первопричин там не рассказываете. Или это просто-напросто, грубо говоря, видос не направлен на то, чтобы рассказать вот эти все особенности, о которых я рассказываю. поэтому я доволен сам с собой общаюсь с окружающими настолько, насколько вот, знаете, вот, но чувствую, что это для меня вот нормально, нормально, и для них нормально, потому что чтобы не давлеть над ними, не поучать лишний раз и прочее, прочее, прочее. и благодаря тому, что вы начинаете понимать вот эту связь Творца с вами, Духа с вами, ну, не знаю, я как-то не скучаю, я вообще не скучаю, я доволен, доволен и радостен. И чем дальше я живу, тем вот это как-то возникает утонченная форма довольства и радости. Вот это и есть те повышенные вибрации, которые, которые, о которых и говорится. Есть тот огонь, который вот вы начинаете ощущать. Ну, я думаю, вы даже чувствуете, вот, как я сейчас говорю, у меня совершенно иные вибрации, и... Если оно вызывает в нас раздражение, то мы, и мы не готовы смириться с этим поведением, то мы должны сделать выбор, либо, ну, как продолжать в нем общение, либо, ну, как, либо прекратить общение, но это прекращение общения, оно не должно быть с осуждением этого человека. Вот смотрите, и я как раз сейчас вам только рассказал, что вы понимаете этого человека, вы принимаете этого человека, вы готовы с ним поработать, насколько это можно для его пользы и для вашей пользы. но если дальше дело не идет, ну, это не ваш человек, это не ваша ситуация, это не ваше, и вы просто-напросто расстаетесь. Он должен получить, понимаете, каждый человек в этой жизни должен получить свой собственный опыт, кусок такой. Вы ему этого опыта, которому он сейчас воплотился в этой жизни дать не можете. Он должен вот то-то, то-то, то-то сделать, благодаря чему? У вас совершенно иное. У вас совершенно, как бы сказать, иное направление, иная задача. Вот лично у меня сейчас я вот после просмотра вот этих вот видосиков стал понимать, задача была сделать учебное пособие поведению здорового образа жизни. И я его сделал. Основы здоровья. Никто не сделал, понимаете, вот такого всеобъемлющего современного труда, но никто не сделал, несмотря на образование людей какой-то там супер-дупер каких-то там этих самых. Здесь должны быть другие качества у человека. Наработки совершенно другие. Из одной жизни в другую. И поэтому вы расстаетесь слегка и просто с этим человеком. Как бы он хорош там не был внешний или еще там, знаете, балагур и прочее, прочее. Он идет своей дорогой. И важно понять, что мы родились на этой планете для того, чтобы пройти своей собственной дорогой и накопить свой собственный опыт. Вот когда это вы понимаете, для вас вот эти вот все эти эмоции, раздражение и так далее ничего не имеют. Вы легко и просто знакомитесь, легко и просто расстаетесь с людьми без всяких обид. и... Должна быть предоставлена, говоря общими словами, свобода выбора. И она должна быть предоставлена на основании того, что мы, все личности, а не мы тоже хотим, чтобы нам была предоставлена свобода выбора в наших действиях, даже если они кому-то не нравятся. Ведь наше поведение тоже может не соответствовать установкам окружающих людей. О чем я вам и сказал? Ну это вот так вот сказано. Я вам сделал расшифровку. Но однако же мы хотим, чтобы мы свободно действовали. Несмотря даже на их недовольство. И следующая работа с сознанием это как раз объединение установки. В то, чтобы это поведение уже, ну вот когда оно будет продолжаться, это поведение возражающее, чтобы она уже не вызывала негативных вопросов. Тоже в следующий этап. Третий этап, и он необходим, это контакт со своим бывшим я. То есть желательно каждый день с утра когда человек просыпается, он входит в контакт со своим бывшим я. Просит у него совета, что делать в настоящий день для пользы себя и пользы окружающей, для духовного развития. пользы состоят в духовном развитии. Это третий этап, да, это третий этап работы со своим сознанием, работы со своими мыслями, который приводит человека в конце концов к той трансплутации, о которой вы говорите. Ну тоже, это так сказано, это так сказано, вот так вот связаться со своим духом. Это вообще-то не так-то просто это сделать. И, ну конечно, сделать можно, но не так просто, как рассказываться. здесь скорее всего большое значение играет вот интуиция и понятие совести. Вот эти две вещи. Интуиция и совесть. Вот по совести вы поступили, знаете, так, чтобы не задеть ничего окружающее, потому что вы частичка всего этого целого, вы должны так поступить, так, чтобы развиваться, но в то же время не за счет других людей, не за счет другой живности, не за счет планеты, а помогать. Вот это вот очень важно понять. То есть, совесть и интуиция, две вещи. И когда у вас присутствует совесть и интуиция, вы тогда практически постоянно начинаете находиться в контакте со своим вот этим духовным я, со своей вот этой искрой Божией. и она начинает естественно вам помогать. Вы начинаете и по-другому себя чувствовать, радость и так далее, и тому подобное. И я не раз вам читал вот эти вот стихи, удивительнейшие стихи, которые не я сочинил, а которые пришли мне. Я еще разок вам их прочитаю. Когда Господь беседовал со мной, как и с каждым из вас, через ваш собственный дух, я мерами раздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания, я корень слов, источник жизни и миров, я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей, источники любви своей, которые космос заполняю, я так живу и процветаю, буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры, где буду я, где будешь ты, ведь я и ты, две меры этой красоты, и когда вы начнете чувствовать, вот когда вот эти стихи через меня прошли, у меня была настолько возвышенная радость, что я вот, как говорят, вот она окрыляет, что я летал, сутками я летал, понимаете, никакой не усталости, ничего, радость и счастье тебя переполняет, радость и счастье брызжут из тебя до одного момента, проверяют, насколько можно тебе доверить той божественной энергии, которую Господь раздает, как сказать, даром, вот даром он тебе вот столько-то дал, но ты можешь еще увеличить, если ты любое счастье будешь воплощать, а если ты наоборот, что-то такое будешь не то делать, не то будет. Спасибо за совет. Вопрос о чаше накоплений. Каким образом происходит отложение кристалла психической энергии? Вы говорите об чаше накоплений в эфирном поле? Ага. Ну, послушаем о чаше накопления. Знаете, как-то это самое кристалл психической энергии это одно, чаша накопления это что-то там другое. В причинном теле накапливается вот этот вот потенциал ваших, будем говорить, благих намерений, благих дел, благих мыслей и так далее. И в то же время, и в то же время, как бы так сказать, благодаря благим делам, благим мыслям, намерениям и так далее, вы выкуете внутри себя стержень, опять, который откладывается вот в этом казуальном причинном теле и который в следующей жизни уже будет влиять на эту жизнь. То есть, в этой жизни вы делаете задел на следующее благодаря своим вот этим всем этим поступкам и так далее, благим мыслям и прочим, и самой понятию, что вы можете жить, грубо говоря, не используя матерных слов, вы можете не раздражаться на какое-то там это самое и еще 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 как духовно хотите то есть об той чаши, которая находится в четвертом энергоцентре в четвертый энергоцентр так, но смотря откуда мы будем считать. Ладно, мы это продолжим. Вот использование энергоцентров, я должен вот поправить их, мне лично совесть и как бы сказать Платон, ты мне друг, но истинно дороже. Энергетические центры, они возникают у нас, они, это не те образования, которые у нас постоянно находятся, из одной это, ну, грубо говоря, особенно, когда, вот сейчас они находятся, потому что с помощью их строится, грубо говоря, наше существо земное. Но когда человек умирает, их уже нету, поэтому говорить о том, что вокруг там четвертого энергоцентра какая-то там чаша возникает или еще, это может быть в крайнем случае в течение этой жизни. А основная это чаша. Итак, поставили новую батарейку и продолжаем. Так что вот во всем должно быть ясность и понятие. Вы чувствуете? Чаша накопления, где она? А кто его знает? Ирина говорит, а может это психический кристалл? А где он? А не знаю. А может вы говорите о чакре, вокруг которой что-то там? а может быть? А на самом-то деле где это может быть? А может это быть только вот в этом казуальном теле. И энергетика с этого уровня будхи, с уровня божественной искры, проходя через вот будем говорить казуальное вот это тело, которое как раз будхи обволакивает, она начинает преломляться и в зависимости от накоплений из одной жизни в другую у нас получается то или иное тело, та или иная там судьба, то или иное способности, то или иное окружение. И что у нас получается совершенно иное? вон она где находится. А чакры не исчезают. А чакры это просто-напросто когда идет воплощение духа, значит чакры начинают энергию с более высоких вибраций переходить, переводить на более-более низкие. Вот эта чакра отвечает за объем, который будет занимать наше тело. Далее, вот эта вот чакра сердечная, это за движение, какое там движение будет происходить. Следующая чакра это за теплоту, которая там будет и способности связанные с этим будут. Далее идет там у нас ниже пупка там как бы сказать другая более плотная чакра, которая вот эту вот энергию переводя ступенчатно, она делает более плотной, то есть грубо говоря на уровень там плазмы. И наконец-таки последняя Муладхара, которая находится у копчики, у копчики находится, она уже все физическое тело. то есть при чем тут эти чакры? Это передатчики энергии, а мы говорим несколько об иных вещах, об опыте, который накапливается из одной жизни в другую, я так понимаю. Может они что-то там по-другому понимаете? Как вы там? Потому что есть еще эфирный центр, который находится в районе солнечного склетения физического тела, там тоже существует чаша, и она накапливает жизненный энергетический для жизни тела и для волевых действий. Ну, это другое дело. Видите, мы несколько по-разному говорим, вот, различные. Одно дело, этот энергетический центр, связанный, значит, с теплотворной энергией, который как раз обеспечивает все жизненные процессы, связанные с превращением одних вещей, веществ в другие, с этим самым, с пищеварением, с обогревом организма, с иммунитетом организма, даже с мощностью мышления, это все там находится, ну, и еще там. И действительно, вот эта устремленность, возможность устремлять, возможность поддерживать волевые усилия, волевые усилия, это все-таки, как бы сказать, горячая энергия, это мощная энергия, горячая энергия, она должна быть. Вот если здесь пустота, здесь просто движение, а вот здесь действительно огонь, вот этот вот творческий огонь, огонь порыва, огонь еще, он действительно оттуда. Но это не чаша накопления, это совершенно иное. В материальном мире есть чаша накопления, которая накапливает вот эти положительные положительные вибрации, высокие вибрации, о которых я говорил, и которые потом распространяются на фуауру. Человек? Ну, накапливается и так далее. Это в основном феномен уже прошлых накоплений, которые распространяются. Прошлых накоплений, настоящих, ну, ну, не то, настоящие, я согласен, в какой-то степени они могут влиять, но это ж не то, что было в прошлом накоплено, и мы, знаете, как по рельсам идем за счет тех накоплений, которые были сделаны. А тут уже так, мелкие остановки, как на станциях. ...притягивает к нему похожих, схожих с ним личностей, притягивает различные ситуации, которые способствуют духовному росту. Таким образом происходит накопление именно в Анахате? Так, Анахата, вот это вот, тут, тут сплошное какое-то, знаете, вот это сыпание термином без вот этих пониманий. Благодаря тому, что мы с вами в течение многих жизней накопили определенный опыт из каждой жизни мы вынесли крупицы вот этого опыта и при воплощении на новую жизнь через этот опыт, через этот опыт идет энергетика, вот эта огненная энергетика, жизненная энергетика от Творца, она преломляясь, преломляясь, знаете, начинает, как бы сказать, вот как шар, который этот самый в танцполах используют, с различными там фигурками, и вот эти вот фигурки, свет через них проходит, и вот эти вот свет высвечивают там различные фигурочки, такие-сякие, по-разному освещенные и прочее, прочее. Так вот это как раз, вот это как раз феномен того, чтобы вы понимали, что в этой жизни, благодаря вот тому, что мы накопили, идет вот этот свет, мы начинаем общаться с теми людьми, которые близки нам действительно по какой-то фигурке, которая у нас имеется там, мы близки по тому цвету, по той энергетике, с другими какими-то там явлениями, так далее, так далее, так далее, то есть это все оттуда идет, и естественно вот так вот она идет, и грубо говоря мы невольно начинаем резонировать с тем, что у нас уже имеется вот, грубо говоря, в этом казуальном причинном теле энергетически высвечивается, и она действительно притягивается, она окружается, она начинает взаимодействовать, и вдобавок то, что мы не прошли, то, что нам надо пройти, мы начинаем это проходить, мы начинаем восполнять тот опыт, который, который надо восполнить, которого нас нету. Духовное сердце, оно, если называется, духовное сердце, оно имеет такую способность, вложенную в нас Богом, что оно собирает в себя все образы и все энергии, которые испытывает Дух, и все образы и мыслеформы, о которых мыслит этот Дух. То есть оно собирает в себя, это как сердце, это и значит сердцевина. Но сердцевина это другое, сердце, сердцевина, то есть опять-таки понятие сердце как орган, который обеспечит кровообращение, будем так говорить, и здесь имеется как бы сказать вот сердцевина, сердцевина, сердцевина нашего опыта, это разные вещи, и вот действительно надо вот это все это отличать, разные вещи, сердцевина нашего опыта, который мы накапливаем из одной жизни в другую, и который проявляется в этой жизни, и благодаря проявленному вот этому мы начинаем общаться с теми или иными людьми, мы начинаем участвовать в тех или иных событиях, мы начинаем получать тот или иной опыт, и мы в конце концов должны сделать то или иное, если такая задача есть. Ну как я, написал книгу то есть дал систему естественного выздоровления организма такую глобальную основы здоровья ищите смотрите не найдете обращайтесь ко мне в электронном виде буду высылать ну естественно извините я материальный вот в середине духа и оно собирает в себе мысли образа энергии отношения оно собирает в форме бессловесных отношений к чему-либо которые мы называем чувствами чувства любви чувства ревности чувства веры вот эти чувства они и накапливаются в чаши накопления которые мы говорим как анахата так 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 хорошо хорошо анахата значит вот тут важно сказать что вот эти накопления которые у нас произошли форшты они мы их можем ощутить через чувства то есть кто-то нам более симпатичен кто-то менее симпатичен вот эта деятельность нам по душе а это не по душе то есть чтобы вы понимали окружающую жизнь и то что в нас заложено почему мы так поступаем об этом тоже видите так коряво сказано почему мы так поступаем почему мы предпочитаем то почему мы предпочитаем это и так далее так далее так далее это очень важно то есть нам надо как-то сигнализировать об этом что у нас накоплено что мы хотим и с кем мы хотим и вот для этого как раз у нас возникает соответствующее чувство симпатии антипатии Каким образом? Чем больше мы думаем о положительном, чем больше мы мечтаем о счастье для себя, для всех людей, обдумываем пути к его достижению, тем больше накапливается в нас чувство любви, веры, всех положительных чувств, которые откладываются в это чаще накоплений. Чем больше мы думаем о разрушении, того, что уже создали мы сами или другие, тем больше мы растрачиваем эту энергию, накопленную ранее, в том числе и в других жизнях. И начинается тогда деградация, заместо духовного роста начинается деградация духа, и он начинает притягивать уже более низких вибрационных личностей, те ситуации, которые будут способствовать его деградации, то есть понижению своих вибраций, которые приводят к прекращению ощущения духовного мира и света в себе. В учении сказано, что есть люди, живущие среди нас. Так, вот тут интересный феномен так называемого великого магнита. Дело в том, что аналогичное или подобное притягивает подобное. Если мы с вами являемся генераторами, а для того, чтобы стать тем или иным генератором, вот очень важно, чтобы мы понимали вот этот механизм, что мы можем с вами как сеять добро, так и получать плоды этого добра, как сеять негатив, так и получать его обратно на себя. То есть мы можем, сея благое, притягивать к себе еще больше благ. Тем самым мы вот как раз являемся, забегая немножко вперед, очистителями пространства. Так, значит, вот здесь опять-таки понимается механизм взаимодействия с окружающим пространством, который позволяет нам привлекать либо благо в нашу жизнь, либо негатив и разрушение. В любом случае и то, и другое, конечно, опыт. Но если мы хотим воспользоваться вот этим вот знанием, мы начинаем генерировать все положительное. И я недаром вам рассказывал о такой методике, генерированной положительного с помощью красивых слов. Вы себя окружаете, произнесая слово, то или иное, вы тем самым привлекаете или воспроизводите ту или иную космическую силу. Тот или иной образ опять-таки привлекает к вам ту или иную космическую силу. И если вы этот механизм хорошо осознали, понимаете и так далее, вы можете стать очень могущественным человеком в любом отношении. Семьян, который является как бы энергетическим очистительным пространством. Очень хотелось бы узнать, каков механизм очищения, как это происходит, каков он нравственной волей этих людей должен быть. Значит, по словам пространства, здесь в первую очередь понимается не физическое пространство, а астральная атмосфера. То есть что такое астральная атмосфера? Это сфера планеты, где собираются мысли и чувства, и эмоции людей. То есть, как вы понимаете, это не физическое пространство. Да, оно, конечно же, порождает физическое пространство, но оно является высшим пофибрациям. И очистители, по словам очистители этого пространства, понимаются такие люди, которые создают такие высоковибрационные мысли и чувства, которые идут уже в новую сферу планеты. Вот это вот опять-таки высоковибрационные мысли и чувства. Ну просто скажите, инопланетяне, чувство радости, радости. Все творение создавалось в радости. Более того, оно создавалось в экстазе. Это высшее состояние радости. Вот если вы с помощью, опять-таки, своего мыслительного аппарата до этого домыслите, и сможете найти такие якоря, за которые можно зацепиться и вызывать вот это чувство радости, умиления, довольства, вы уже начнете очищать пространство. Вы уже начнете, будем говорить, плодить мыслеформы, благости, которые способствуют, ну будем говорить, вот знаете, как, можно так сказать, как смог. Вот если смог есть, то все, что находится в этом смоге, земля, растения и так далее, насекомые, животные, все это начинает пропадать в той или иной степени. Если это ваше негативное эмоциональное состояние, вот эти все эти посылы и так далее, и вообще бесконтрольное мышление, которое, знаете, скачет туда-сюда. А если вы начинаете генерировать вот эти вот на основании радости жизни, понимание, насколько это для вас является подарком Вселенной, жизнь для нас является на самом деле подарком Вселенной. Вот там, будете, если смотреть Элину Подзорова, там, инопланетяне все рассказывают о том, что духи стоят в очереди, чтобы воплотиться, решить какие-то программы и так далее, и так далее. Вот, так вот, мы с вами воплотились, мы уже получили подарок. Подарок, который надо использовать по максимуму. А мы, не понимая этого подарка, его драгоценности, его важности, просто-напросто бездарно его профукиваем. И собираясь там, мы образуем то, что вы называете эгрегором. То есть здесь используется общеизвестный закон того, что более высоковибрационная мысль, она мощнее, она сильнее, и она может подавить более низковибрационную. Стоп. Значит, святые отцы, они выявили, что для того, чтобы действительно подавить, стереть, разрушить плохую мысль, негативную мысль, надо раза два-три воспроизвести положительную, вот противоположную ей. Раза два-три. Противоположную. И тогда это все меняется. Вот эта вот методика используется давным-давно. Святые отцы рекомендовали все это дело использовать. Плохая мысль возникла, там, ага. А вы только раз, раза два-три только помыслили совершенно противоположно. То есть надо научиться, опять-таки, ловить себя на вот этих вот негативных мыслях. То есть контролировать свое собственное сознание, не позволяет ему, знаете, пастись, пастись. Как древние говорят, окружающий мир – это пастбище для наших чувств. И они там напасутся, все что угодно там это несут в ум. А чтобы был пастух, который, соответственно, отбирал те мысли, которые нужны, те образы, которые нужны, то настроение, которое надо вам, для вашего блага. И вот тогда будет толк. То есть вот она работа. На одну негативную мысль, используя эти две-три противоположные, позитивные. И тогда совсем другое дело пойдет. Потому что на создание этой высоковибрационной мысли тратится больше энергии. Ну, вообще известный факт того, что создавать высоковибрационное состояние сложнее даже с энергетической точки зрения, чем низковибрационное. Поэтому путь духовного развития считается у воплощенных материи у существ более сложным, чем путь духовной деградации. Ну, ясно. А что тут деградация? То есть деградация, это вы следуете, вот они у вас побуждения. Вот они у вас побуждения, пять побуждений, о них мы говорили. И вы, пожалуйста, покатили по ним, то есть следуя вот это, я хочу сытной жизни, я хочу, допустим, пролюбодеяние, я хочу быть властителем, чтобы никто тут мне ничего не указывал. Сказал, вот, и справедливость моя такова, что вы все мне должны, и я вот такой, вот, вот такой, вот, вот я. Вот они, пять побуждений. То есть легко и просто следуйте за ними. А вот совсем другое дело, когда вы поняли эти пять побуждений, и начинаете с ними работу, надо действительно затративать, это самое, хотел сказать, свою собственную энергию. Надо вот это вот понимать, что энергия божественная, вот эта огненная, жизненная, которая вам дается, она не должна превратиться в нечто, разрушающее вас и окружающий мир. А вы должны ее, вот как раз усилием воли, усилием своего сознания, сделать положительной, как для себя, так и для окружающего мира. Видите, насколько больше надо затратить усилий для того, чтобы действительно жить такой вот полноценной, божественной жизнью. Здесь нужна любовь, здесь нужно терпение, она легко проявляет, так, 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 любого терпения. Заканчивайте свой детский лепет про любого терпения, вот здесь надо. Здесь надо понимание. Когда у вас есть понимание, никакого терпения у вас нету. Терпение без понимания лопается и проявляется в виде диких каких-то этих самых оргий, и диких проявлений гнева, или еще, или еще чего-то. Только понимание спокойное, рассудительное приводит именно к гармонии, которая должна вот и быть в окружающем мире и внутри вас. А не терпение. Мы все терпим, терпим, а потом как лопнем. Видите? Инопланетяне, кончай там шутить со своим терпением. Терпеливые. Понимание. И когда у вас есть понимание, вы совсем по-другому к этому человеку, вы к нему относитесь как к другу. Вы его понимаете, не терпите. Вы его понимаете, да, он пьяница, он проходит там свои эти, то-то, 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 то-то. Но нет у вас вот такого какого-то. Это может быть сострадание. Это уже какой-то оттенок любви. Видите, какие разные вещи. О чем я говорю? И о чем там говорят? Довольно-таки мощно направленные воли. И очистительный духовно-нравственный уровень очистителей пространства естественно должен отвечать критериям того, о чем говорил Христос в наборной проповеди. Если это выразить в нескольких словах, то, во-первых, это отношение к другим людям, как человек желает, чтобы они относились к нему. И, во-вторых, это всегда память о том, что все люди в своем достоинстве перед Богом, не в своей иерархии, а в своей достоинстве перед Богом, все люди равны, где бы они ни находились. Будь на нижних ступенях существования, в том числе социального существования, так и на высоких. Пояснение. В каждом человеке, вот какой бы он там ни был, находится искра Божья. И вот это уже нас делает, как бы сказать, вот это понятие родственными душами. Мы уже родственны, но родственней не бывает. А вот, допустим, окраска, в зависимости от того, какой человек должен приобрести опыт, это уже другая. А основа-то у нас общая, Божий Дух и там, и там. Поэтому с учетом вот этого, мы, конечно, относимся, должны относиться с пониманием к этому человеку. О чем тут речь идет? Я так еще толкую. А не то, что этот второй сорт, этот плохой и так далее. То есть, говоря о людях так, это второй сорт, это там какой-то там служебный человек и прочее, прочее, прочее. Тем самым вы начинаете принижать Творца, который через них работает. И это, это уже есть нарушение гармонии в пространстве, естественно, скажется совершенно по-другому. Раз вы этого человек поняли, допустим, развивается там, особо не мешайте ему. Ну, естественно, побеседовать надо, поговорить о том, о сём. Но, опять-таки, понимать, что опыт жизни у каждого свой в этой жизни. И он его проходит. А дух-то вот у всех один и тот же. От Бога. То есть, все мы дети Бога, где бы социально не находился этот человек. И духовно-нравственный уровень очистителей пространства должен быть таким, чтобы человек четко понимал, что тот свет, который он дает людям, свет своей любви, он не может быть дозирован в зависимости от социального, материального и других уровней этих людей. в обществе которых он находится. Вот я вам рассказываю разного рода стихотворения, которые вроде как я сочиняю. А я сейчас вот понимаю, что вот эти даже стихотворения как-то это вот идут по наитию тех сфер. И я вам об этом толкую. В виде стихотворной формы. Белый снег на землю ляжет, И грехи мои замажет. Снова чисто, Снова ново, И душа запеть готова Про любовь и красоту, Нежность, силу, доброту, Все, что в небо увлекает И с Творцом соединяет. С этой точки зрения я являюсь очистителем пространства. Я стараюсь генерировать, и вы это ощущаете, Такие добрые Мысли Мысли добра Мысли радости Мысли позитива От которых вы чувствуете какую-то подпитку. Вот если вы чувствуете Подпитку от этой беседы, Которая сейчас у нас идет, Это говорит о том, Что идет очищение пространства. То есть Христос это выразил В очень понятном образе свечи, Что когда свечу зажигают, Ее ставят на стол перед всеми, И она не может скрыть в ад. То есть один человек, Если ее видит, Ее видят все остальные. А бывает у вас такое, Что смотришь в зеркало, И вот хочется, Чтобы не было этого живота? А если человек начинает Прятать свой свет от кого-то, Хоть от одного человека В материальном мире, Какой бы он не был, То он его прячется от всех. И еще я хотела бы подчеркнуть Ту меру ответственности, Которую есть у очистителей пространства. Потому что таким людям, Которые распространяют свет вокруг себя, И ощущают пространство От низких операционных энергий, Им высшие учителя Из духовного мира Дают больший поток энергии. Согласен. Я это прочувствовал на себе, Очень явно. И со мной говорили, Правда, особо не говорили, Так, знаете, Вот как вот здесь говорят, И так, и так, и так. Были просто фразы, Которые ставили меня на место. И они настолько были к месту, Они настолько были действенны, Они настолько были мне понятны, И настолько они влияли на меня, То что со мной Вот эти учителя говорили. Я не хочу хвастать, Не хочу еще что-то там говорить, Что я там светоч народной медицины, Ну, ну, как мне гляди, Вот, сами подумайте. Вот. Высшие учителя, да, говорят, Да, дают. Вот, я рад тому, Что я все-таки сделал Вот эту книжечку. То есть, Я тут на земле не зря проболтался, А кое-что сделал Такого полезного И для себя И для пространства, И для людей. Это такая хорошая вещь. И действительно, Энергии дается больше, И если вы ее начинаете Использовать не так, Ну, в каких-то корыстных интересах, В каких-то таких глупых, Разрушительных вещах, Сразу же отнимается. И у меня как раз был случай, Вот я начал работать С этими красивыми словами, И мне бонусом дали Много энергии, Много. Что я говорю, Я начал вот буквально таки летать, Все, радость и так далее. И один мой гнилой поступок, Сразу же, знаете, Как вот шарик, Иголкой, Проткнули воздушно, Он сразу же спустил, Все, Это настолько ясно было, И вот поняв этот феномен того, Что раз тебе дается больше, С тебя больше и спрашивается, Я начал постепенное восхождение, Чувствую страх Божий, Это очень важный, Интересный такой феномен, Чувствовать страх Божий, Создавать одно на другое, Одно на другое, Работая над собой и так далее, То есть я уже осознанно пришел, То, что мне вроде как даром дали, И вот оно надо заслужить. И вот благодаря всей последующей жизни, Аж вибрации у меня побежали, Я потихонечку, потихонечку Достиг того уровня, И сейчас вы наблюдаете, На каком уровне вибрационном я нахожусь, А именно, Насколько во мне много радости, Насколько много доброты, Насколько много любви, Насколько много знаний, С которыми я делюсь с вами, Щедро, легко и просто и понятно. Но важно понимать, Что к этому и вы должны стремиться. Да, я свечу, Вот как свеча, Всем, пожалуйста, Заходите на канал. Раньше я эти книги, В электронном виде, Готов был отдать бесплатно. И отдавал бесплатно, Но потом когда раз, Ё-моё-с, Они не нежны, Люди, люди, И бесплатно даже не хотят, Что-то там взять. Я думаю, нет, Так нельзя. То есть, За тобой тоже следят, Слушай, Такие знания, Они не должны раздаваться просто так. Их либо получают своим собственным трудом. Вот в основном, Получить. Мало даже деньги там заплатить. Ну, заплатили всё. Вы же должны это прочитать, Усвоить, переварить, И для себя использовать. Так что этот феномен очень хорошо прочувствовал. И вот теперь я стараюсь делать как можно меньше разного рода таких вещей, Особенно на мысленном плане, Чтобы они меня Тянули вниз. Чем больше даётся поток энергии, Тем больше ответственности за её использование. То есть, Если человек вновь начнёт негативно, Сон, деградирует, И начнёт негативно мыслить, Он этот поток может направить на большее разрушение себя И самого, И окружающих людей. Поэтому здесь важно осознавать, Чем больше человеку удановлено, Тем больше у него будет мир ответственности. О чём я вам говорил. И ещё хочу сказать, Знаете, У сильных энергетических людей, Если они мыслят неправильно, Если они какое-то там горе воспринимают, Они, Вот допустим, Слабый человек, Само горе, Он может энергетически И там продуцировать в себе, Ну, С такой-то силой. Сильный же, Может раз в 10 сильнее Всё это дело Через себя прогнать, И тем самым развалить Свои структуры тела По закону Этого самого психосоматики. Психа с духовного уровня Передаётся на сома, На телесный уровень. Вот это негативная энергия. Вплоть до того, Что разрушается структуру тела. Объясните, пожалуйста, Такое понятие, Как цементирование пространства. Я так понимаю, Речь идёт о создании Астральных пришель. Ну, Это как раз то, О чём я говорила. Это создание Игрегоров различных мыслеформ. Оно может быть Совершенно в различных формах. На самом деле Это могут делать даже дети. Вот это вот цементированное пространство И так далее. Само понятие Неправильно. Я понял, О чём они говорят. Цементированное пространство Это Насыщение пространства вокруг себя Благими помыслами, Благими мыслями И прочим, прочим, прочим. Потому что Любая Значит, Наша мысль Это Это некое количество Энергии Это Уже Энергия Она, Как бы сказать, Структурирует пространство Структурирует пространство, да? И если мы Вот эти вот Энергии вокруг себя Благости И плюс ещё притягиваем По закону Великого магнита К себе Подобные другие Тем самым Мы создаём Вокруг себя Такое пространство Благости Вот если вы Я вам показывал свой дом Я вам показывал Место, в котором я живу Оно отличается От окружающего Дом В доме Дом радуется В доме Здесь Такое насаждение Своеобразные тут Хвойные лесты Редкие породы Растут Этих Можжевельников Там Различных Сосны Там Сад Травы И так далее Того подобного Ну жена Там ещё Цветы Она молодец Со своей стороны Всё это дело Делает И получается И получается Вот он Маленький Рай Вы создали Благодаря своим Собственным Мыслям Благодаря тому Как вы видите Жизнь вокруг себя И она И она такая Вот стала Это удивительный Феномен Ну это Цементирование Пространства Это не цементированное Пространство Это Облагораживание Пространства В котором Вы Проживаете И как Есть такая Пословица Не место Красить Человека А человек Место Вот с какими Мыслями Поступками Намерениями Вы Живёте И То же самое Вокруг вас Возникает Либо Оазис Либо Свалка У них это получается Даже более быстро И чётко Чем у взрослых Потому что Их мысли Форм Их сознание Ещё не отвлечено Нам из-за Как это бывает Возвращение Именно Своими местами Создавать Свои различные Образы Которые Потом Остановятся Восстравлен Грегором То есть Чем Яснее Человек Видит Перед своим Внутренним Взором Мысль Чем больше Он в него Кладывает Чувств Мысли Эмоции Тем более Совершенной И более сильной Получается Мыслеформа Если это Положительная Мыслеформа Направленная На свет Любовь Добро То она Помогает Пространству Помогает Людям Живущим В этом Пространстве Совершенствоваться Вызывает В них Высоковибрационное Состояние Вот Это Высоковибрационное Состояние Ой У меня Скоро Голова Лопнет От этого Ирина Инопланетяне Кончайте Об этих Вибрациях Говорить Ё-моё Ну Кончайте Говорите О радости Возвышенная Радость Вот она Вот они Вот эти Ваши Вибрации Высокочастотные Вот она О чём Надо говорить Вы вокруг Себя Опять-таки Вспоминаю Вспоминаю Стихотворение Которое Далось мне Про Я Мира Мироздания И глубина И ширина И воплощение Знаний Я корень Слов Мы ещё О словах Не говорили Я формирую Бытие Своё Её Вселенной Всей Источники Любви Своей Которой Космос Заполняю Я так Живу И процветаю Вот если Вот эти Вот Фразы Которые Даны Вот Видит Вот Стихотворного Послания Каждый Осознает И начнёт Это воплощать Он Естественно Сформирует Вокруг себя Совершенно Иной Грегор Что ли Он будет Знаете Вот как Как точка Центральная точка Вокруг Которого Вот эта Благость Вот эта Радость Вот эта Гармония Чистота И любовь Вот она Что А не Вибрации Как вы Как вы Помешаны На вот этих Вибрациях На каких-то Мощных Модных Словечках И так Далее Вы смотрите В сущность Что надо Сделать Вот именно Что надо Сделать Вот это Меня Отличает От вас Что я Смотрю У корень А вы Смотрите В какие-то Вибрации ДНК Гены И так Далее Запутались В них Не видите Слона А если Это низкие Муслиформы Которые Направлены Разрушение Ненависть Злоба Ревность Зависть И так далее То они Называются Из этих Муслиформ В них Вложено Много Негативных Чувств Из них Получаются Такие Псевдо Разумные Существа Созданные Самим Человеком Которые В вашей Современной Терминологии Называются Лярм О Вот это Совсем Другое Дело Мы Подошли К другим Положительную Или Отрицательную Сторону Мы С вами Формируем Некое Образование Которое В зависимости От силы Мышления Будет Существовать Долго Или Недолго А также Иметь Свои Размеры И Иметь Возможность Влияния На другие То есть Чем больше Негатива Вложено Такого Эмоционального Негатива Чем Значит Дольше Это Образование То бишь Лярва Будет Существовать И тем Мощнее Она Может Оказывать Влияние Плюс Она Может Притягивать Подобное К себе А так как Вы Являетесь Творцом Этого Негатива То Естественно Все это Будет Вертеться Вокруг Вас И Притягивать Подобное И Таким Образом Вы Будете Окружены Негативом Который Вас Заслоняет И Более Того И Начинает Подсознательно Влиять То есть Наводить Свои Собственные Желания Свои Собственные Какие-то Там Мыслишки Свои Собственные Протекции На На То Чтобы Сделать Вас Слугой Хозяина Делают Слугой Хозяин Раз Помыслил Негативно И Потом Этот Негатив Только Опачки Окружил Его И Начинает Его Доить Чтоб Он Еще 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 Продуцировал Это И В итоге Это Все Растет Вот Какой-то Шар И Вы Становитесь Источником Разрушения Деградации То есть Это Негативно Заряженные Образы Которые Для того Чтобы Единственной Цель Существования Исполнить Желание Того Человека Который Создал Но На Поддержание Своего Существования Им тоже Нужна Жизненная Энергия Если Человек Создавший Лярву Вдруг Начинает Испытывать Более Высокое Вибрационное Состояние И забывает О своем Первоначальном Чувстве То Эта Лярва Инстинктивно Вполне Бессознательно Инстинктивно Вполне Бессознательно Она Начинает Провоцировать Человека На выброс Новой Порции Необходимой Ему Низкой Вибрационной Энергии Способность Уложенную Богом Так как Мы Являемся Его частями Вот это Очень важное Замечание Что Мы С вами Можем Как Творцы Вокруг Себя Сеять Добро В виде Вот таких Вот Образований Либо Сеять Зло В виде Вот таких Образований То есть Вот это Должно Войти В нашу Сущность В наш Вот этот Вот Стежин И Контролироваться Нашим Сознанием Чтобы Мы Этого Не Делали Потому что Как Он Творец Так и Мы Творцы Как Он Нас Родил Нас Мы Можем Порождать Вот таких Существ Ну Не Бессмертных Духов Конечно Мы Можем По его Подобию Мы Можем Раздавать Вот такие Вот Энергетические Существа Когда Духи Воплощаются В возможных Мирах Они Таким же Образований Животные Души Для Воплощения В различных Животных То есть Мысленно Собирают Энергии И потом Животная Душа Воплощается Либо Если Это Групповая Душа В группу Тел Более Мелких Насекомых Растений Либо Одиночная Животная Душа В более Высоко Организованное Тело Теперь Хотелось Поговорить Не очень Приятных Вещах Яд Империл Как Накапливается В нашем Физическом Теле В наших Тунных Телах Его Разрушающее Воздействие Расскажите Им Яд Империл Накапливается У нас Разрушающее То есть Яд Империл Это Она потом Будет Говорить Я Немножечко Вперед Забегу Сначала Выскажу Своё Мнение Значит Опять Таки Берём С духовного Уровня Вот она Частичка Вот Теперь Представляете Строятся Вот эти все Тонкие Тела Они Строятся Из Из Энергии Ну так Скажем Из энергии Света Из энергии Света Они Строятся И Они Обеспечивают Жизнедеятельность Нашего Организма То есть Они должны Быть В первую очередь Значит Однородные Вот эти Весь этот Все эти тела Они должны быть Значит Гармоничные Они должны быть Значит Грубо говоря Красивые Насыщенные Своими видами Энергии Все это Должно быть Знаете В виде Такого Ну вот Можно так сказать Как радуга Лучше сказать Как радуга Только Радугу Вы воспринимите В виде В виде Шара Вот Все там Такое Красивое Все Такое Знаете Работоспособное Доброе И прочее 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 Что такое Империл В зависимости От мышления Мышление Мы создаем Внутри Вот этого Внутри Своих Тонких Тел Внутри Своей Вот этой Ауры Мы все Это Создаем И уже С мыслительного Уровня Мы Вот эту Вот Энергию Которую Которая Используется И на создании Вот этой Ауры Тонких Тел И она же Используется На создании Мыслей Это важно Понять Она же Ничего-то Другое Мы ее Начинаем Превращать В Нечто Иное Противоположное И Вредно Нашей Энергетической Вот этой Субстанции Из которой Мы состоим В результате Она начинает Насыщаться Вот этими Раковинами Она начинает Блекнуть Она начинает Там окрашиваться Совершенно Иные цвета Она начинает Искажаться Вместо Красивой Формы Она приобретает Разного Рода Другие Вот это Как раз И есть Яд Империн Опять-таки Пословица Нету Человека Большего друга Самому себе Как он Сам себе И нету Ему Большего Врага Чем он Сам себе С помощью Своих же Мыслей В первую очередь Мыслей Намерений Неконтролируемых Вот этих Там Действий И так далее Потакание Своим Значит Чувственным Вот этим Интересом И побуждением Он Себя Разрушает Вот это Все Где-то И будет Империлам Хочу Сказать Что То Что Назвали Ядом Империлам Это Не Материальная Не Плотная Материальная Субстанция То есть Это Не Вещество В обычном Понимании Во-первых Хочу Сразу Подчеркнуть Что Это Вещество Ну Вот Та Субстанция Которая Названа Империлам Она Та же Самая Энергия Света Огня Но Не Переработанная Но Неправильно Переработанная Через Систему Чакр Человека То есть Так Стоп 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 Куда Вас Повесло Иришка Чакры Шмакры И так Далее Не Надо Вот Это Не Надо Знаете Переработанная Там Это Все У нас Окрашивается Сознанием Сознанием Да Энергия Спускается С того Уровня Спустилась Слушаю Обед Обед Давайте Иду Вот это Другое Дело Ну раз Обед Значит Обед Немножечко Скажу Вот Эта Энергия Умственная Энергия Она Тоже Жизненная Энергия Она Действительно Должна Пройти Через Разного Рода Эти Чакры То есть С Уровня Высоких Вибраций Спуститься На Те Которые Нам Понятны В конце Концов Мы Общаемся С помощью Голоса С помощью Звуков То есть Мысленный Начало Мысленный Посыл Который У нас Возник В сознании Мы Должны Перевести На Материальный Уровень В виде Звука А еще Лучше Письма Естественно Он проходит Через Через Все эти Чакры Как Понижающие Значит Энергетические Все эти Вибрации На материальный Уровень Но Наше Сознание Наше Сознание Не чакры А наше Сознание Заставляет Эти Чакры Работать Так Что Они Вмеж Хорошей Положительной Мысли Сворачивают Вот эту Энергию В гадость Можно Даже Сказать В дерьмо Которое Даже Начинает Вонять Вот 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 Он уже И Появился Этот Империн Который Естественно Там И в нас Оседает И нас Искажает И все 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 Делает Ну ладно Я так сказать Поговорил с вами Хорошо Еще можно Дальше Там Говорить Время Подошло К концу У нас Большущая Беседа Получилась Ну Если нам Позволят Инопланетяне Мы Пообщаемся Еще Ну По крайней Мере По крайней Мере Я для них Тоже Инопланетянин Возможно Они тоже Прислушиваются О чем Я говорю Ну Доброго Здоровья Я думаю Эта беседа Вам Поможет Расширить Кругозор Ну И Понять Почему Я Ну Светоч Ну Почему Светоч Уж Извините Немножечко Свечу Доброго Здоровья Везде Должна Быть Самая Ирония Продолжение следует Продолжение следует